Пожалуйста, обращение к Лере в будущее. Смонтируй этот видос. Ну, привет! Всем hello, guys! Сегодня 27 ноября, и я вдруг решила, что самое время готовиться к Новому году. Не обливать, что моё лицо засвечено. И поэтому я пошла на мусорку и спиздила оттуда картонные коробки. Для чего? Сейчас узнаем. Осталось только подготовиться. Окей, у меня нет новогоднего свитера, потому что он остался в России, а в этом году я туда не собираюсь. Поэтому компенсирую это новогодними носками. Готова творить! Кстати, по поводу новогоднего свитера, я планирую его разрисовать сама. В таком галактическом стиле или что-нибудь подобное. Я вот сейчас, я сегодня себе столько всего наобещала, что я вот сейчас начну рисовать на одежде. Потом, когда откроют форкис, я пойду работать в форкис и заработаю себе побольше денег, чтобы мне потом было чем платить за аренду. Еще я хочу разрисовать носки, футболки, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Кучу всего сделать из эпоксидки, заказать эпоксидку. Может быть, даже сделать свечки. Ладно, свечки объективно уже, вот, блядь, никак не влезают в этот список. А еще нарисовать открытки, послать открытки родственникам. Где взять на это столько времени и сил? Ладно, времени хуй с ним, у меня полно времени. Где взять на это столько сил и столько денег, да, типа, чтобы... Я аж... Я аж выдохлась. На то, чтобы все это, блядь, сделать. То есть сейчас у меня такой прилив энергии, ну, сука, он длится, вот, я не знаю. Он сейчас закончится скоро, надо сделать вот все просто прямо вот сейчас нахуй. Кстати, еще не забыть смонтировать этот видос, потому что нахуй я это вообще снимаю, блядь. Я столько снимаю видосов, и в итоге я потом ничего из этого не монтирую. Единственный видос из... Ладно, два видоса, которые я снимала когда-либо, в принципе, и я их смонтировала на самом деле, это два, блядь, видоса. Один из Турции, и второй они на день рождения, да? Лера, пожалуйста, краткий обзор на коробки с мусоркой и что мы с ними будем делать. Да, пицца. Блядь! Она грязная. Собственно, осталась вот такая вот коробочка небольшая. И вот такая вот довольно большая коробочка. Я думаю, мне этого должно хватить, потому что делать эту штуку я буду только одной. Еще зачем-то коробка, крышка, как, коробки из-под обуви. Я не нашла саму коробку из-под обуви, там два-другая крышка, но, типа, тут довольно плотный картон, поэтому оно может нам как-то пригодиться. Одна из причин, по которой я хотела купить графический планшет, чтобы рисовать, блядь, открытки. Есть планшет, нет идей. Кайф, 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 спасибо. Там они такие, просто распечатайте и вырежете там бла-бла-бла. Я такая, там похуй, у меня нет принтера, я нарисую это все сама. У меня полно времени, да, и нет денег. Так вот, про Аню. И я случайно наткнулась на видос с адвент-календарем в виде такого большого домика, и там открываешь каждое окошечко, и там какое-то задание, и вкусняшки к этому, и я подумала, что это будет супер-классно. Хотела сказать, что мы переместились на пол, но я никуда не перемещалась, я так и съела на полу, просто запоминала, да, и еще теперь я в него не влезаю, поэтому... Затяните носки. Эта прекрасная женщина, к сожалению, не оставила никаких разметок, сколько, блядь, сантиметров это все должно быть, поэтому будем делать на глаз. Я разрезала коробку, у меня нет консиллярского ножа, как было, это была прекрасная женщина, поэтому будем использовать обычный нож. Он довольно острый, ну, дайте мне немножко, я сделаю все, да, все сами пойдем. И здесь, кстати, личные данные какой-то женщины. Замазывайте свои личные данные, когда выбрасываете коробки, потому что какая-то пидушка может их спидеть. Сказать всем, как нас зовут, где вы живете. Не то, чтобы это кому-то как-то поможет, но... Anyway. А еще у меня нет клей-пистолета, и нет консиллярского ножа, блядь. Я могла это все перевести из России. Ну, конечно же, блядь, у меня не хватило на это места, у меня хочешь можно было. Поэтому будем импровизировать... Импровизировать. Чем мы будем это отлеить, я пока не переживаю. Короче, домик у нас будет вот так, и вот так я отрежу, это будет в крышу. Я вроде даже ровно разметила, поэтому сейчас будем резать. Для подложки у нас остатки коробки, потому что ничего другого у меня просто нет. Извиняюсь, но процесса красивой разрезки не будет, потому что, во-первых, она некрасивая, а во-вторых, у меня не получается ее снять. Окей, у этой женщины явно был другой картон, потому что, несмотря на то, что у меня пиздецкий острый, блядь, нож, впервые в жизни, кстати, бумагей. У нее она все слишком легко режется, а у меня все слишком сложно как-то. Но anyway, две первые части готовы, осталось вырезать все остальное, все это покрасить, склеить какие-нибудь. Короче, не то, чтобы это было прям супер ровно или супер красиво, но я надеюсь, это как-то истрадит потом. Я не знаю, как-то. Вот это должна быть крыша. А вот это боковые стенки. Еще, я думаю, должно быть дно. Я ее, кстати, забыла вырезать. Ножницами режется чуть лучше, но все равно, ебанно. Где она берет такой картон? Мне нужна мусорка с ее картоночкой. Мне нужен, блядь, клей-пистолет, потому что я не знаю, как клеить другим клеем и вообще каким клеем это нужно клеить. Что я могу сказать, что это уже получается. Привет, дырка. Вот, я разрезаю окошки, я уже даже привыкла резать ножом вот этот вот говнокартон. А вот здесь я уже начала красить внутреннюю часть домика. Руки художника! Всем здравствуйте. Я немного схожу с ума, и поэтому за 40 минут я нашла то, что мне нужно. Нашла, где это можно купить. Сходила туда, купила это, и теперь, надеясь, продолжить сделать свой адвент. Что у нас имеется? Клева, пистолет, одна штука. Также я купила набор стержней к нему, белых, прозрачных. И, что самое прикольное, что я нашла, это вот такие стержни. Они разных цветов, и тут золотой, зеленый, красный, серебряный, и все. И я подумала, что я могу внешние части стенок календаря задекорировать блестками. И, типа, это так классно, и я пристираю кучу денег на это все, но, камон, жизнь одна, и это того стоит. Итак, я склеиваю все детали вместе, стараюсь исправить клеем неровности и дырки. Крашу домик черный, естественно. Коротко о том, как Лера мыслит джопом. Вот эти трубочки я собиралась засовывать вот в эти окошечки. Как? Объясните мне, как. Вот. Сним. Я надеюсь, это хотя бы будет как-то держаться. Вот шоколадка. Я не знаю, что совать в эти окошечки маленькие, потому что... Все, что я купила, у меня сюда просто не влезает. Оно слишком огромное. Вот я могу вот так прихуярить. Что это? Украшаю белыми узорами и подписываю дни. Всего у меня получилось 11 окошечек. И, наконец-то, пишу задание и прикрепляю вкусняшки. Вот такая красота получилась. Снова здравствуйте. Я нарисовала эскиз условно. Я его спиздила с интернета, потому что я пока не настолько могу себе что-то придумать свое. Мне, наконец-то, пришли и пришли краски. Я потратила на выбор этих красок кучу времени и небольшую кучу, но все же кучу денег. На заднем плане вы можете наблюдать наш прекрасный адвент-календар. Сегодня мы открываем вот этот, вот этот, и я уже не знаю, что ли, и я буду трогать, пока она не вернется. Он сдал жену психический дом. Только тебя не видно. А там двое... Так же не было видно его жену, когда она в психическом доме. А там двое детей. Это хорошо, что у нее была мама. Она детей присмотрела. Когда она вышла из психического дома, она дала ему развод. И очень хорошо сделала. Я ее очень ввали. С таким человеком на ванне невозможно дожить. Че? Я как летучая мышь в огромный... Даже не знаю, как это назвать, но, короче, это очень удобная штука. Я хочу в ней жить, и я не хочу из нее вылезать вообще никак и никогда. Но, тем не менее, мне придется это сделать, потому что я не хочу ее запачкать красками, потому что я не хочу ее разрисовывать. Я ее купила вчера, господи, я в нее влюбилась просто по полной. Сейчас я буду перерисовывать вот этого вот прекрасного оленя. Happy Christmas. Я не знаю, как я собираюсь его перерисовывать на толстовку. Сложно разместить картинку именно по центру, потому что я не знаю, как ее перевести и чем ее перевести. То есть у меня нет каких-то огрызков мыла, которыми я бы могла нарисовать на толстовке. Я не уверена, что я, блядь, могу с первого раза вообще как-то нарисовать ровный круг. Я ведь с третьего раза не всегда могу нарисовать ровный круг. И это очень сложно. И я не знаю, чем нарисовать. И как. И главное, ровный. У меня произошло открытие. Все благодаря тому, что я сижу на полу. Я посмотрела сейчас на свою коробку с косметикой. И я вспомнила, что у меня есть белый карандаш для глаз. И он, его довольно видно на толстовке. И он довольно яркий. И... Заявись. Я нашла решение проблемы. Осталось это все аккуратненько перевести. И я начну красить. Господи, наконец. Я поняла, что мне очень нравится залипать на ускоренный процесс появления рисунков. Так что я не снимала этого целую кучу. У меня 50 раз закончилась везде память. Но просто посмотрите. И немного моих кривляний. Но, камон, это же так круто носить свитер, который ты сам скрафтил. Это же просто потрясающе. Свечка для уюта. И продолжаем. Итак, куда же мы без новогодних носков? Я решила залить их в технике тай-дай. Размешиваю в воде краски. Пытаюсь как-то красивенько залить предварительно скрученные носки в коробочке из-под хумуса. Да, коробочки из-под хумуса просто лайфхак на все случаи жизни. И да, я решила еще нарисовать криповенькую елочку на носках, которые залила уже давно. У меня просто не осталось обычных носков. Парных тоже, потому что все они на нашем снасте адвенте. Ставлю сюда фоточки с процесса его сознания, потому что видео, к сожалению, я в этом не сняла. Дальше самое, наверное, сложное, но самое интересное и любимое в итоге. Это еще один рождественский свитер на основе картинки Стейдереста. Но свитер шестяной и рисовать на нем не так просто. К счастью, я додумалась после первого свитера купить белую краску для темной ткани, чтобы не пришлось нанесить 300 миллиардов слоев. Я решила, что будет проще сначала все закрасить этой белой краской, а потом уже пририсовывать стали черной. И идея была хорошая. Впервые, кажется. Субтитры сделал DimaTorzok Процесс получился немного долгим и несколько дневным, потому что нужно ждать полного высыхания каждого слоя краски и бла-бла-бла. Поэтому я продолжаю рисовать и добавлять детали на этот прекрасный свитер, параллельно себе на лекциях. Спасибо, Листанта. И вуаля. Считаю, что для второй работы, плюс на сложной для работы ткани, это просто потрясающе и я с собой горжусь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Это сколько? Это видео. Добрый день. Я хочу сказать о Навальном. Это очень... Я его первый раз вижу, но хочу сказать. Этот человек ужасный. Он хотел завоевать Путина, но Москва сказала, ни в коем случае. Выгнали, выгнали Навального. И бог с ним. Спасибо. Я только легла, и я заставляю ее открывать Адвент. Вот так вот она... Что-то уронило. Да, слева. Бля. Ты хочешь, чтобы ее сделала в холодец? Нет, ты... Самое время сделаем. Маршмеллу. Маршмеллу? Уносить Маршмеллу? Мы должны сделать? Ну да. Да, мы не можем. Какая-то... Я ждет трех часов. Бля. Мне нужно сделать лучше. Давай. Хотя бы. Когда-нибудь мои руки перестанут выглядеть так, как будто я случайно дотронусь до своей души. А волосы так, как будто я смешечу ученый, который только что взорвал физическую лабораторию. Ну, мне нравится этот мой стиль такой. Моинтерочка. Девочки, записывайтесь на моготочки. Алло. Привет, всем. Это наш видеорепортаж. Анна бейкает наполеон кейк. Да, да. Долг. Анна. Долг плюс Анна. Равно. Раскатанный долг. Запеченный долг. Ха-ха-ха-ха Only you, baby Кричешь Лучшие долгихи It's Christmas time Крисмас 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 Ну я должна Всё Благовали Вот так вот Ставьте лайки Если вам нравится мой самодельный свитер Пишите комментарии Если вы хотите такой же При заказе торта до 15 января Скидка на свитер 30% А в обе стороны можем Ну я и говорю, да Коллеги Мы вернёмся Мы доделываем торт А я всё ещё Сопровождаю Ну а сейчас У нас настроение Крисмас Монки Монки Мино Покажи Монки Как Монки Лад Монки Монки И т.к. Монки Естественно, как и всем. Добрый день. Посмотрите на нашу красоту. А здесь у нас лазанья. Анастасия, скажите свой комментарий. Я хочу сказать о Навальне. Опять? Он сдал жену в психический дом, а там двое детей. Это хорошо, что у нее была мама. Она детей приумтила. Когда она вышла из психического дома, она дала ему развод. И очень хорошо сделала. Спасибо большое за ваш комментарий. Вандаринки. Вандаринки. Давайте посмотрим на мою гирлянду, на мой прекрасный свитер и скажем всем. С Новым Годом. Мы дожили этот 2020 и это еще одно достижение. Все. Ну все, все. До свидания. Что еще от меня надо-то? Конечно. Что еще от меня надо-то? Продолжение следует...